еврозона то что сейчас происходит называют третье вяло текущей третьей мировой войны это вот с точки зрения технологии как америка будет реагировать в случае если доллар совсем капот вот а вот macron с точки зрения технологии то есть ассоциативный ряд он вещь велика и он конечно же говорит о том что технологи действует именно так то есть если ты где-то проигрываешь нужно развязать маленькую войну или большой а вот как быть в политическом мире ведь действительно macron потерпел сильное поражение на выборах европарламента это существенный удар по власти macron а по вектору который он выстраивал скажем по поручению определенных банков не всех банков не центрального банка евросоюза а вот определенных банков и банки это такая специфическая сфера деятельности банка как экосистема может предложить очень много клиентов но из банки которые работают не с населением есть банки которые работают только например с юрлицами такие банки тоже существуют и как экосистема юрлиц это вот основная деятельность банк это продавать кредиты на самом деле и macron конечно же изначально выстраивая экосистему вокруг французских банков пробуя обворовать например испанию каталонию британию когда она выходила из евросоюза германию это в принципе важный аспект инвестиционной политики которую macron всегда придерживался и с точки зрения наблюдателя говорю что это ошибка как президент и же не министр финансов ты президент ты должен заниматься населением и в этом отношении ну потерпел крушение macron при том очень сильно ну и давайте так я начал с того что вот кулуарно говорят если америка вот удар по доллару сильная америка развязывает войну кулуарно всегда это слышишь везде слышишь ой только чтобы войны не было там если доллар доллар начнет сильно сыпаться а вот тут сыпется французская партия что можно сделать во что можно поиграть какую войну войну на улице абсолютно и в этом отношении ожидание что должны быть какие-то события во франции но опять же если стравить левых и правых и самому стать миротворцем эта технология безусловно я эту технологию наблюдаю по всей европе начиная вот например австрии в которой когда происходит например время когда балл является основным функционалом австрии если правый проводят балл левый обязательно выходит на улицу полиция пробует там как-то разделить эту улицу пополам вы с правой стороны вы с левой стороны главное не воюйте государство выступает посредником в безопасности в германии точно также технология давайте выйдем все на улицу и покажем что мы не хотим ультраправых у власти а ультраправых и нет у власти докажите мне что они ультраправые и черт с этой австрии черт с этой германии поднадоели уже со своими историями со своими вот этими протестами против правых ультраправых. Действительно, нужно под учительным стеклом рассматривать Францию. Во Франции действительно на сегодняшний день сложилась обстановка, в которой популисты, правые популисты, ультраправые, настоящие французы, ой, что я говорю, коренные французы, ой, что я говорю, не иммигранты, которые говорят по-французски. Это действительно в Европе уникально. В Бельгии, кстати, такая же ситуация. Давайте бельгийский премьер просто в отставку ушел. Франция, все же президентская республика. И вывести людей на улицу, вот в срочном порядке, запустить процессы левые, которые будут просто протестовать против правых, ну, где-то оно напрашивается. Это может быть осознанное действие граждан, осознанное действие партий. А вот что делать, если люди на улице ведут себя сильно агрессивно. Ну, это же Франция. Французская полиция, это не европейская история, это всемирная история чемпионата мира по разливанию слезоточивого газа. И французская полиция, это номер один, они непобедимые. Они как забрались на Олимп, так они там и остаются. Количество слезоточивого газа, разлитое французской полицией, это уникальная вещь. И вот все еще никто не написал в книгу рекорда Гиннеса, они должны все-таки вносить такие вещи. Ну, надо, чтобы кто-то обратился. И во Франции начались протесты. Протесты, кстати, начались, вы знаете, скромненько, я бы так сказал. Вначале первые такие из Франции, из Парижа, пришли по новостной ленте сообщения о том, что пять тысяч человек на улице, очень скромно. Потом пришло, что десять тысяч человек на улице, очень скромно. Потом пятнадцать, это вот в течение часа происходило. И потом началось. Полиция применила слезоточивый газ. Ну, понятное дело, надо лезть сразу в интернет, смотреть, что там происходит, надо звонить друзьям, коллегам по цеху, надо позвонить политикам, что там происходит. Действительно ли граждане Франции настолько озабочены тем, что правые придут к власти, и действительно ли это такое массовое явление, ну, может быть, если вы там начали в два часа дня, то к вечеру, может быть, будет на улице сто тысяч. Нет, дорогие радиослушатели, не сто тысяч, двести пятьдесят тысяч человек вышли во всей Франции на улицу, и в Париже семьдесят тысяч. Это много. Это много, при этом это оценка полиции. Если взять оценку самих участников, они говорят, что по всей Франции было до полумиллиона, и только в Париже было сто пятьдесят тысяч. Ну, я не могу судить по Парижу, как правило, если это одна улица, легко посчитать количество участников, когда это разрознено, и нету фотографий или видео с высоты там, течего полета, невозможно посчитать, сколько людей было. И сам факт этого протеста для меня носит уже технологический характер. То, что полиция стала разгонять, да и правильно сделали, на самом деле, абсолютно правильно, потому что протестующие в какой-то момент стали разбирать бурщатку и камнями забрасывать полицию. Кто первый начал понять о неме, кто второй тоже не. И разбираться в этом очень интересно, просто есть факт. Я могу провести вообще параллель вот сейчас, как левые встают на ноги по всей Европе. И левые все-таки это черный блок, иногда его называют серый блок, это те, которые в Гамбург, когда было Ж-20, привели в состояние практически как будто в Гамбурге война, то есть поджигали и разбежались, их тяжело ловить. Там судебных дел, знаете, два человека осудили. Это те, кого нашли. Напомню, кстати, это очень интересно, об этом забывают, но мне нравится тыкать иногда немцев и немецких политиков в такие вот моменты. Напомню, что в Гамбурге, когда разгоняли черный блок, а черный блок собрался тогда со всей Европы, там были поляки, итальянцы, французы, нидерландцы, организованное на самом деле подполье, которое очень хорошо в интернете друг другу сообщали, и смысл простой. Они против Ж-20, ну на самом деле Ж-20 это Ж-7 с их политикой и плюс гость вот так, протестовали с точки зрения ваша колониальная политика, она неправильная. Они мирно протестовали, полиция их разогнала, после чего ночь превратилась в ночь хаоса. Поджоги, разбитые стекла, витрины, то есть, ну, настоящий хаос, если бы их не разогнали, а я не знаю, это все-таки история, сослагательное наклонение отсутствует. Но я знаю точно, что для разгона вот этого черного блока немецкие власти пригласили австрийский спецназ КОБРУ. Есть у них такое мнение, там два спецназа в Австрии и КОБРА являются специфическим формированием, в котором анонимизированы все служащие, то есть, у полиции зачастую есть как минимум ну, номер, номер подразделения и подразделение несет ответственность. Вот при разгоне демонстрации в Европе это частая такая технология, что у полицейского нет номера, он безликий, но есть подразделение, которое несет ответственность за то, что оно на этом участке что-то делает. Ну, скажем так, тоже хитрость определенная, а вот КОБРА, она даже номеров не имеет, то есть, неизвестно, что это КОБРА, среди подпольщиков, среди антифы знают, что если КОБРА появилась, они настолько защищены, они анонимизированы, ты даже не знаешь какой-то участок полиции, ты не знаешь, что это за люди, ты не знаешь, что у них командир, ты ничего о них не знаешь, ты только знаешь, из-за того, что они анонимизированы, они могут проявлять особую жестокость, и все знают, если появилась австрийская КОБРА, вдумайтесь, в Гамбурге демонстрация, и пригласили австрийцев разгонять, почему? Ну, вот так вот, наемники, настоящие наемники, плечо поставили немцам, во Франции сейчас, конечно, там КОБРА нет, но французская полиция действует абсолютно жестко, очень жестко, и не просто там применила слезоточивый газ, там, знаете, как на расстоянии там из баллона поблизили, да не, все как надо, дубинки пошли в ход как надо, и с переменным успехом бегали с одной улицы на другую улицу, протестующие бросали камни, вопрос, зачем это Макрону нужно, что это за технология, ответ очень простой, государству, которое принесет стабилизацию во время хаоса, большой комплимент, особенно власти, Макрон с точки зрения бенефицарства, конечно же, находится в выгодных условиях, безусловно, и чем больше хаоса на улицах, смотрите, правые придут, левые постоянно будут громить улицы, левые, и левые на сегодняшний день это часть населения, которые, ну, в том числе, поддерживать будут, конечно же, политику миграционную, и когда говорят левые, вы знаете, вот, если в Германии выйдут на улицу мигранты, это сразу видно, ну, видно по цвету кожи, откровенно нужно говорить об этих вещах, ах, мы будем толерантны, мы не рассказываем, что это был Мухаммед Али ибн из Афганистана, который вместе со своими друзьями на центральной площади побил полицейских, нет, эта история, конечно же, каждый раз таким черным фломастером замазывается, и говорят, просто мигрант, но ты видишь, что это мигрант, вот это немец, а вот это мигрант, во Франции все по-другому, ты не понимаешь, это француз или мигрант, он и по-французски говорит, и выглядит как француз, Франция давным-давно стала темнокожей, или серокожей, я даже не знаю, как их называть, но пусть расисты об этом думают, я же констатирую факт, дело в том, что в левые ряды вмешиваются мигранты, которые понимают, что приход к власти правых сил приведет к ограничениям прав мигрантов, начнутся усиленные поиски нелегалов, и потом последующая депортация, начнутся облавы на стройках, начнутся облавы вообще, вот все, что связано с черным рынком труда, везде будут облавы, если придут правые, это факт, поэтому, когда говорят, что левые вышли на улицу, это не совсем правда, там вышли в поддержку левых, конечно же, мигранты в большом количестве, и как раз я не могу винить черный блок, как это было в Гангбурге, я не могу винить серый блок, я не могу винить Антифу, я говорю, что мигранты, которые сеют хаос, но это тоже традиция, и полиция должна, конечно же, навести порядок, но, кто бенефициар, и я снова и снова настаиваю, политический бенефициар беспорядков во Франции будет только Макрон, и вот эта демонстрация, смотрите, правые придут, у вас постоянно на улице будет это происходить, я же являюсь регулятором, который сможет привнести спокойствие, я гарантирую, и не дай бог правые придут, тогда вот постоянно это будет происходить, поэтому для меня, с точки зрения, смотри, кому выгодно, если я смотрю, кому выгодно, я знаю, кто это устраивает. Но ведь, если не ошибаюсь, рейтинги Макрона, они были на самом низком, они сейчас очень на довольно низком уровне, а на самом низком уровне они были как раз в период, когда были выступления желтых жилетов, и получается, что вот эта вся уличная история, казалось бы, Макрону, может быть, была бы не очень выгодна, как вы прокомментируете, как вам кажется, или сейчас немного другие расклады? Ну, Макрону глубоко все равно, на самом деле, он протестам уличным относится наплевательски, он не слышит улицу, он не слышит народ, я поэтому и начал с того, что Макрон все-таки представитель банковской системы, эко-системы из банка, но не физлиц, а юрлиц, и это ярко выражено вообще по поведению Макрона, все остальное это популист, это человек, который генерирует идеи, пробует их воплотить, ему важно привлекать внимание прессы, коллег по цеху, коллеги по цеху, это главы правительств, главы государств, и в этом отношении, ну, вот, психологический срез Макрона, он очевиден просто, и пиарщики Макрона, они зачастую пробуют, как-то, знаете, свести на нет некоторые его высказания, которые он сделал так, чтобы не слышно было, но если он в Дании что-то сказал, или в Греции что-то сказал, давайте сделаем вид, что мы этого не слышим, потому что это ни о чем, вот он генерирует идеи, ну, это просто, вот, вы займитесь там этим, ни больше, ни меньше, они не ведут никуда, ни Евросоюз, ни Францию, и не слышание улицы во время желтых жилетов, во Франции, вообще народ, он по-другому относится к уличным протестам, чем, вот, каждую европейскую страну, возьмем, такой культуры протестов, как она есть во Франции, слово не культурный, не культурный протест, что мы там вышли, аккуратно стоим, я имею в виду, вообще институт протестов, французы очень быстры на подъем в этом отношении, и они выпускают пар, и желтые жилеты отличались в своих протестах именно бессистемностью, людей объединяло просто факт протеста, давайте против власти, давайте из-за того, что нам плохо живется, но они были бессистемны, и разрозненность желтых жилетов, она вот прям, вот закончился митинг, понятно было, это левые и правые вместе, плюс с ними еще просто безработные, плюс с ними там еще эмигранты, то есть системного подхода в организации протестов не было, сейчас же во Франции вот эта попытка вывести левых на улицу, в Германии то же самое было, левых выводили перед евровыборами на улицу, это делала партия Шольца, сознательно, ну представьте себе, например, у меня доказательств хватает, ну рассылку по церквям, по костелам, среди евангелистов, а это половина Германии, там половина католиков, половина евангелисты, и в которой конкретно призывы, чтобы на службе, его время службы, чтобы с поствой говорили о том, что за альтернативу для Германии голосовать нельзя, стоп, 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 ребят, вы что вы творяете, вы религию вносите в политику, притом эта рассылка была не один раз, это не одно письмо пришло, это требование посвящено служителям, чтобы они определенно вот на мессе высказывали определенные нарративы, это вмешательство в очень сильной церкви, в политику, но тем не менее, это все же таки технология, технология борьбы за выживание партий, которые проигрывают, Шольц проигрывал, сейчас Макрон проигрывает. Еврозона Возникает вопрос, так вот эти досрочные выборы в парламент, это какой-то хитрый ход со стороны Макрона, чего он добивается, какая цель, как вы думаете? Я думаю, Макрон ищет просто выход из тупика, и его основная цель это сохранить политическое лицо, все остальное технологии, все остальное технологии. Вот, дорогие радиослушатели, читаю ваше сообщение, спасибо большое за поддержку, спасибо тем, кто подписывается на мой телеграм-канал, привет из Пушкина, привет из Волгограда, работаем в саду, ждем Еврозону Казань, Белое море, Северодвинск, слушает во все уши, это прекрасно, Волхов с нами, Туапсе с нами, Минск с нами, Екатеринбург с нами, Волгоград на связи, всех медработников с профессиональным праздником поздравляет Волгоград, если сегодня День медработников, я присоединяюсь, конечно, к поздравлениям. Самара с нами, ну, поехали дальше, дорогие друзья, вот Юрий спрашивает по поводу, хитрый ли это план, очень хитрый, но примитивный, настолько, что его видно невооруженным взглядом. Возвращаясь к протестам во Франции, мне они интересны, потому что такой откровенной, скажем, манипуляции избирателям давно не было. Смотрите, 250 тысяч людей по всей Франции, по всем коммунам, 150 коммун, зарегистрировали протесты, демонстрации в Нанте, Рене, Монтелье, Ницца, Дижон, Страсбург, Бордо, везде Марса, и везде, вроде как звучит, что это акции нового народного фронта. Значит, ложь в чем скрывается? Существует движение во Франции, это движение мигрантов, оно, все, что связано с закреплением мигрантов в жизни, в подпольной жизни, в безналоговой жизни. Это специфика жанра, при этом, опять же, знаете как, антирасистское движение, например, существует во Франции, они тоже присутствуют на этих протестах, они очень часто активировались, и вот это антирасистское движение, ты действительно не знаешь, если перед тобой стоит негр, вот в Германии понятно, это мигрант, а в Австрии понятно, в Дании понятно, в Литве будет понятно, а вот во Франции это может быть коренной француз, и когда ты спрашиваешь французов, отличается ли язык, вот я могу отличить там баварский, например, от саксонского, немецкий язык, а можно ли отличить алжирский, французский от французского, французского, нет, невозможно, вообще никак, и этот человек легально во Франции или нелегально, вы действительно против правых, потому что это угроза для национальной безопасности, или вы активировали тех людей, которые готовы сеять хаос на улицах, и тогда Макрон появится на белом коне, в треуголке, и наведет порядок, тогда он выиграет выборы, все очень просто, то есть я считаю, что бенефициар только Макрона, еще раз только Макрон, других бенефициаров у таких происшествий нету, а происшествие очень простое, где-то идут мирные демонстранты, держат какие-то флаги, какие-то лозунги, как правило, левые кота идут, у них там мир, труд, май, все остальное, знаете, Маркс, Энгельс на этом заканчивается, но когда на демонстрации, которая вроде бы как против правых, вот здесь идет подтасовка, идут с палестинскими флагами, ребят, это не против правых, у Ле Пен, как раз, и вообще правые в Европе, очень жестко относятся к политике Израиля, очень жестко, они в этом смысле, они объединены, я бы сказал так, это антиизраильская политика, и сделать такой гремучий коктейль, вот левые, которые против правых, а вот к ним вливаются антирасистские какие-то организации, ну, это такое название антирасистские, что значит расизм в сегодняшней Франции, это француз скажет другому французу, я больше француз, чем ты, ну, смешно, честно, смешно, Франция давным-давно чернокожая, и в этом отношении, вот эти антирасистские движения, они не играют никакой роли, понимаете, настоящий голландец будет молчать, он не скажет тебе, что он настоящий голландец, потому что у него белый цвет кожи, это табуированная тема, абсолютно, и в Германии точно так же, она считается расистской, просто, есть силы, которые не стесняются об этом говорить, и тогда разговор сводится именно к нелегальной миграции, а нелегальная миграция во Франции, она намного сильнее, чем в Германии, именно потому, что они владеют языком, именно потому, что там целое подполье, действительно, они знают, как выживать, это улицы, кварталы, районы, в которых существует эта вот подпольная жизнь нелегалов, и там достаточно агрессивно, там действительно полиция, вот два полицейских патрулировать не будут, едет полицейская машина, элементарно, если вчера что-то произошло в этом квартале, если задержали несправедливо даже там 15-летнего подростка, то полицейскую машину с великой долей вероятности забросают камнями, подожгут, если она остановится и покинет полиция эту машину, то есть там сама полиция боится в этих кварталах появляться, если их там патруль состоит из трех-четырех человек, они боятся два вообще, они не выйдут из машины, они постараются просто проехать, и так, окей, вроде как все нормально, и вы себе представить, не можете эту атмосферу, вот это действительно улица, по-другому это не назовешь, это специфика жизни, и я понимаю, что происходят определенные зачистки, еще и олимпийские игры, то есть для меня это технология, но представьте себе, вот едет полицейская машина, а на улице стоят люди, они не в интернете тупят, не в мобильных приложениях, нет, они просто общаются, кто-то на корчиках сидит, ну, скажем, семечки они не кушают, нет, кто-то употребляет наркотики, кто-то не употребляет, но они все на улице, они все общаются, и когда едет полицейская машина медленно, они молчат, вот они общаются люди, в этот момент они замолчали, и все демонстративно, молча поворачивают голову за полицейской машиной, могут плюнуть в сторону полицейской машины, там достаточно сильно такое противостояние между представителями правопорядка и вот этими иммигрантами, и если так получается, что машина остановилась, из нее выходит полицейская, вот эта вот кучка людей, которая стояла, она шух, раз, и все, разбежались, нет никого, но демонстрация, тем не менее, неприязни, она постоянно присутствует, и вот эти люди, они вообще не имеют отношения к левому движению, ни к антифашистскому движению, ни к левому, которое противостоит правому движению, это ни в коем случае не социалисты, это мигранты, и взять вот этих вот антирасистские движения, которые рассказывают, что цвет кожи не имеет значения, а имеет значение, мигранты легальные или нелегальные, и они борются, например, за легализацию тех, кто жил в подполье, амнистию для вот этих вот мигрантов, их вывести и смешать вместе с теми, кто против правых, это уже на самом деле технология, для меня это не чистая игра, плюс ко всему, когда вот эти люди с палестинскими флагами, вроде как против правых протестуют, и СМИ начинают разгонять эту историю, протесты против правых, стоп, 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 какие протесты против правых, вы о чем, вы с флагами Палестины разобрали брусчатку, и стали камни бросать в полицейских, полиция применила слезоточивый газ, правильно сделала, абсолютно правильно сделала, и многие французы, в данном случае как раз правые, они на стороне не просто полиции, они бы с удовольствием взяли дубинки в руки, и такие вещи, кстати, в Британии уже происходит это, это никакой не расизм, это другое, это местные жители пробуют выстроить собственную систему защиты, потому что считают, что государство облажалось в этом направлении, и правые силы как раз, они, вот полиция будет за право голосовать, но в этом никому не скажем. Владимир, у нас сейчас небольшая техническая пауза, как всегда в 45 минуту, и вернусь к сообщениям, которые приходят по лентам информагентств, две кареты скорой помощи подъехали к СИЗО Ростова, об этом сообщает корреспондент РИА Новостей, до этого он сообщал, что были слышны выстрелы, внимательно следим за поступающей информацией, из Ростова-на-Дону, где в СИЗО были взяты заложники, сотрудники ВСИН, к этой теме возвращаемся в течение всего эфира, номер прямого эфира, я напомню, 5533, вначале не забывайте слово «Вести», и пишите нам через WhatsApp на номер 7903-170-6363. Да, Владимир, можем продолжать. Продолжаю про технологию, которая применяется во Франции, и я считаю, что бенефициар, конечно же, только Макрон. И вот, как правых еще называют? А это, оказывается, правые, это антимиграционное движение. Это тоже правые. То есть вот здесь вот антирасисты, вот здесь вот антимиграционное движение, это тоже правые. И почему Франция так интересна? Ну, давайте так. Я не думаю, что Ле Пен что-то угрожает, у него рост очень сильный, и я считаю, что Макрон делает большую ошибку. С точки зрения, опять же, технологии, вот эти перевыборы, которые назначены на 30 июня и 7 июля, это может быть исторический просто проигрыш Макрона. С последующей в парламенте потом будет вот он недоверие. И Макрону нужно что-то придумать, просто чтобы удержаться у власти. Держится ли он за власть? Я считаю, что да. Я считаю, что да. Потому что Макрон мог бы, скажем, на осень устроить и президентские выборы. То есть быть техническим исполнителем сейчас роли главы государства, перестать заниматься вопросами Украины, перестать генерировать идеи отвлечения внимания населения на Украину, на внешнюю политику, перестать быть антиамериканцем, таким вшивеньким, потому что он не настоящий антиамериканец, безусловно. Но знаете, что интересно? Интересно, что Макрон еще стал антигерманцем. Вот модель, которую Макрон исповедует, для французов она по логике вещей даже очень-очень даже ок. Ну, в смысле окей, в смысле хорошо. Потому что перебежчики, которые из Германии в какой-то момент стали искать, куда перенестись, понятно, где дешевле рабочая сила, туда можно перенести цех. Ну, по Европе, например, там в Румынию. По планете Китай, Соединенные Штаты Америки, Мексика. То есть, ну, смотрят, где стабильность и где гарантированно у тебя прибыли будут на том же уровне. Это рассуждение топ-менеджмента. Но, например, зеленая политика, которая настаивает на том, что электроэнергия должна быть только из-за обновляемых источников, то Макрон в этом отношении начал строить дополнительные блоки атомных электростанций и тем же немцам продает электроэнергию. В конкуренции с Германией Макрон не считается с интересами немцев. Правильно это? Безусловно. Это является политическим лицом любого лидера. Просто Макрон в данном случае изображает из себя все время эдакого проевропейского. Он профранцузский. Просто он слабенький лидер. Он настолько слабенький, что я считаю, что это яркий пример популиста, который максимально замаскировался не под популиста. Настоящие популисты как раз неправы. Это вот такие, как Макрон. И у меня вот прям передо мной сейчас кадры я смотрю, как полиция разгоняла. Я смотрю, кого они разгоняли. Во-первых, очередной раж. Вот я начал с черного блока. Маска на лице, капюшон на голове. Вот они бросают в полицию. И я вижу, палестинские флаги бросают в полицию камни. Булыжники. И полиция применяет силу. Дальше, конечно, полиция Франции, которая очень жестка. 21 тысяча была полицейских и жандармов только в Париже. К чему может вообще все это привести? Ну, Олимпийские игры не отменят. Будут зачищать после работы. То есть, внешне на улицах полиция присутствует. Это одно. Ну, я имею ввиду после работы. Это значит, те, кто отработали на демонстрациях с обеих сторон, между прочим. Одни пойдут домой, а другие к ним придут домой совсем с другими целями. То есть, ареста, задержания, зачистка будет происходить. Почему я в этом уверен? Да, потому что, понимая французскую культуру протестов и французских мигрантов, кое-кому терять нечего. Просто нечего. И хаос на улицах разнести там центральные две витрины каких-то брендов, у которых ошейник для собаки стоит 600 евро, то, в принципе, это молча. Но, опять же, во французской субкультуре протестов это приветствуется. То есть, кто это делает? Вот кто подстрекает? Об этом молчок. Я говорю, что это делает черный блок, который, если правильно его натравить на определенные вещи, то этот черный блок, это революционный блок, который просто принесет хаос. Это анархисты. Анархисты всегда тяготеют к левому движению, не к правому. И вот что самое интересное. Дело в том, что этот хаос может перекинуться на всю Европу. Потому что во всей Европе такое настроение. Просто Франция, с точки зрения протестов, она законодательница мод определенных. И если в Германии законодательно запрещено профсоюзом выступать с политическими требованиями, во Франции таких запретов нет. И только здесь уже скрывается определенная вещь. То есть, когда профсоюз в Германии будет призывать людей выйти на улицу, это будет повышение зарплаты, это будет уменьшение налогов, что угодно. Ну, кроме того, чтобы Шольц капут, уходи в отставку, хорош, поставляйте оружие на Украину. Не будет этого, потому что законодательно запрещено. И во Франции все по-другому. Желание Макрона выкрутиться с помощью внешней политики, отвлекать внимание населения с помощью лозунгов «давайте мы пошлем сейчас инструкторов», «давайте мы армию пошлем на Украину». Номер не прошел, ярко выражено. Французы не захотели окунуться в эту линию политической риторики Макрона. И так ему и надо, если честно. Так ему и надо. Я думаю, что некоторые вещи, которые приходят закулисно, и вот здесь начинается уже большой интерес для нас. Дело в том, что парламентское большинство сможет устроить парламентские расследования. Я по косвенным данным, вот по крупицам, ты слышишь, понимаешь, что французы все-таки присутствуют на Украине. А это уголовная ответственность Макрона за спецоперацией, которую он скрывает. И я думаю, он докатится до суда. Владимир Сергенко, телеграм-канал одноименный. Подписывайтесь, а мы уходим, я так понимаю, на новости. Еврозона. Это программа Еврозона. Ее автор, ведущий Владимир Сергенко комментирует самые важные и интересные события. Владимир, правы могут прийти к власти в крупных европейских странах? И что будет с альтернативой для Германии? Евгений Шмидт у нас в эфире в России 24 в интервью мне сказал, что достаточно сильное политическое давление оказывается, и вы об этом постоянно рассказываете, что предпринимаются попытки запретить вообще эту политическую силу. Как вы думаете, будут ли они продолжены, усилится ли это давление и запретят ли альтернативу для Германии? Я бы рассматривал все эти вопросы, Юрий, с точки зрения отношения к России. Что России с этого? То есть разбираться в проблемах самой альтернативы или там партии левых или социал-демократов, это тогда как бы становишься технологом или экспертом точного соприкосновения о вопросах, которые не очень интересны. Альтернатива для Германии это не единственная сила, которая требует остановки поставки оружия на Украину. Все-таки объединение Сары Вагнитных тоже это требует. И давление, которое есть на альтернативу, вот я бы расширил. Я сейчас из Франции перейду к другой повестке. Дело в том, что правые уже пришли в Европе к власти, например, в стране Нидерланды. И что? Кто-то слышит о том, чтобы Нидерланды приостановили поставку оружия, чтобы Нидерланды приостановили хотя бы риторику военную и начали усиленно лоббировать или, например, антисанкционную политику стали вести. Нет, правые это очень разрозненные коллективы Европы. Очень. Напомню, что Ля Пен отказалась от сотрудничества в Европарламенте с альтернативой для Германии. Вот так даже. И правые силы, которые существуют на сегодняшний день в Европейском Союзе, зачастую, когда их начинают травить, когда спецслужбы начинают их выставлять по-особому. Там, например, заместитель фракции АДГ Штефан Койтер был в России, на дне России в посольстве российском. Во время дня России он был в посольстве России в Берлине. Фотографию выставил один из участников у себя там где-то в социальной сети. Тут же Билд уже перепечатал, тут же уже написали. Вот смотрите. Сразу два момента. Первое. мониторят сети, социальные сети людей, которые имеют отношение к правым силам. Я не удивлен, я знаю это, мониторят, ну и что дальше, что мониторят. А дальше пробуют придать анафеме, то есть постоянная передача правых сил какой-то обструкции и в этом отношении все сильнее и сильнее. Я говорю, что появилось понятие политическая полиция, это ярко выражено. СМИ, мейнстрим к этому причастен. Иногда это удлиненная у рука, как например издание Шпигель. И я настаиваю на том, вот смотрите, есть лингвистические конструкторы и в Германии, во Франции всегда, когда говорят война на Украине, всегда говорят, это прям конструкция, это одно слово можно сказать, пишется порознь, но это всегда говорится агрессивная война России. Всегда. Вот они вбивают это в головы. Я имею свою такую лингвистическую конструкцию помойка Шпигель, удлиненная рука спецслужб. И то, как Шпигель с коллегами, они там объединяются, они прыгают, это нужно смотреть просто там Дания, Литва, Польша, Франция, Канада, Америка, все это дружно. Нам сообщают на самом деле, что произошла перестройка внутри спецслужб НАТО, это факт, взаимодействие идет по-другому, прорусские силы очень усиленно атакуются, и все время пробуют нам преподнести вот правые силы в Европе, а не пророссийские. Это неправда. Правые силы Европы, если это французские, значит они про французские, если немецкие, то про немецкие. И я настаиваю на формулировке, что важно на сегодняшний день не знать конечную станцию, а важно знать, кто с тобой попутчик, пока ты едешь к этой конечной станции. Конечная станция это процветание, снятие санкций, это жизнь в мире, который обеспечен не только тем, что где-то кто-то подписал капитуляцию или мирное соглашение, а тем, что не будет кибернападения, тем, что не будет постройка прям такая откровенно наглая центров, которые должны заниматься дестабилизацией в стране. И в этом отношении, ну и что, что Россия белая и пушистая, и не занимается финансированием НКО, которые должны дестабилизировать Францию или Германию. А они занимаются, им все равно, они считают, что это они демократию расширяют. Даже внутри Евросоюза в этом отношении все время идут разговоры, пример там у Орба. Вот, дорогие радиослушатели, классика жанра, тем, кто слушает Еврозону впервые, обращаюсь к вам, напишите просто добрые слова сотрудникам Вести ФМ, всему коллективу, все читают, все, знаете, как приятно, когда получаешь поддержку, напишите географию, где вы слушаете, вот географическую точку, где вы слушаете Еврозону, где вы слушаете Вести ФМ. Вот, добрая, нам шлет утро, Дублин, героический Ржев на связи, доброе утро нам из Фурманова, даугау пилс, кашу траву, это значит орожил, если пишете, что делаете в этом момент, когда слушаете Вести, Еврозону, это вообще прекрасно, Краснодарная с нами, Рублевка с нами, Ангарск с нами, Севастополь с нами, это замечательно, Алтай с нами, Хутор забытый, Ростовская область, ну как интересно, Хутор забытый, мы вас помним, Ялта с нами, Норильск на связи, Астрахань с нами, Азоры у радио, прекрасно, рыбачу, слушаю, Германия, коротко и ясно, Хочу покинуть Францию, но прежде чем я ее покину, у меня есть еще пару таких интересностей из Франции, вообще, как-то, Франция, мне кажется, сейчас будет доминировать в политической повестке после евровыборов, именно до того момента, пока свои выборы не проведут, это действительно интересно наблюдать, наблюдать, как Макрон будет выкручиваться, как он ведет свою предвыборную кампанию, какие средства задействованы, какие газеты, административные ресурсы, смотришь и понимаешь, как работает система, функционал этой системы, плюс или минус Олимпийские игры, вы знаете, это проблема, дорогие радиослушатели, ну, представьте себе, 70 тысяч людей вышло на улицу в Париже, часть из них разбрасывается булыжниками, там, поджигают мусорные контейнеры, полиция бегает, вот в такой атмосфере гонения и травли спортсмены будут жить, ну, плюс еще крысы и клопы, и, как всегда, конечно же, французская разведка, большой комплимент от меня лично, Сергенко Владимир вам сообщает, клопы и крысы, это не русская пропаганда, это ваша проблема, и говорит, что вот русские раздувают, да что раздувать, господи, ну, всегда в Париже были клопы, вы знаете, мне кажется, что это исторически абсолютно правильно, варвары, дикие люди в лаптях ходили в баню, представляете, и мылись, парились и мылись, фу, а у нас специальные палочки, такие серебряные, с украшениями, золотые, ювелирные, украшения, которыми под париком можно чесать голову, когда тебя вши кусают, вот он запад, парик же в моде, это ж красиво, а вы лапти, вы в баню ходите, а у нас палочки, чтобы голову чесать, я думаю, это действительно сравнение всего запада, которые себя всегда превозносят, у них не проблема с крысами и клопами, но бог им в помощь, если честно, вообще неинтересно, и я не просто так говорю насчет французской контрразведки, это официальное обвинение было, что Россия разгоняет информацию, да не Россия разгоняет, крысы сами разгоняют, и клопы сами за себя говорят, но бог им в помощь, вот, а почему еще пару слов о Франции, дело в том, что очень интересные вещи происходят вне Франции, но имеют отношение к Франции, есть такая компания Орано, французская корпорация, это дочка правительства Франции, то есть, это государственная компания, годовой оборот примерно 3 миллиарда евро, ну, практически 3, запятая там, бла-бла-бла, до 4 доходит, у меня цифры прошлого года, я думаю, что у них все в порядке, но с точки зрения продажи атомной электроэнергии, и вот эта государственная французская компания, именно государственная, она крупная, она теряет практически свой внешний периметр, и это именно та вещь, которую Макрон очень болезненно переживает, у него истерика по этому поводу, и его русофобия, все, что связано с его поведением, все, что связано с его заявлением, все, что связано с его криками, визжанием, я только о политическом контексте сейчас, мне кажется, это связано именно с тем, что вот эта государственная орана может лишиться права, и мы об этом узнаем 19 июня, чтобы добивать уран в Нигерии, или в Нигерии, как вам угодно, и они знают об этом, и дело в том, что присутствие, ну, давайте так, они не говорят как-то там особо толерантно, просто присутствие русских в Африке очень мешает французам вести свою колониальную политику, нечестную, и схема, по которым, ну, 4% все-таки всемирной добычи урана, это Нигер, это много, и схема, по которым гарантированно Франция получает свой уран, она не так, чтобы это вчера родилось, нет, это давнешняя история, Алжир объявляют свободным от колониального гнета Франции, все, Алжир получил свободу, Алжир радуется, больше это не колония Франции, тут бах, начинается война, и тут бах, Франция вводит войска, и странным образом Франция поддерживает именно ту сторону, и через годы, когда война уже закончилась, французские войска были выведены, но очень странно, а потом уже открытым текстом говорили, в тот момент людей оскорбляли, то есть это не просто там конспирология была на тот момент, на тот момент единицы знали, ну спецслужбы, конечно, знали все, но если ты в публичном пространстве об этом заявлял, то и был смешон, а потом выяснилось, что ничего смешного нет, а дело в том, что Франция, когда развязала в Алжире войну, Франция на самом деле поддерживала только одну сторону, это та, на которой были урановые рудники, рудники урановые Алжира, это в принципе новый вид колониализма, я считаю, что Франция действительно продемонстрировала, да, официально вам политически дали свободы, вы больше не колониально, не колония Франция, дальше создается искусственно противовес внутри политической системы, дальше начинается гражданская война, дальше поддерживают одну сторону, которая что, особо демократична, доплевать не хотели, на демократию в этой войне, Франция захватила рудники алжирские, урановые, и для Франции это больно, если честно, проиграть где-то противостояние еще и России, именно здесь, это моя глубокая уверенность, кроется политический комплекс неполноценности Макрона, все остальное вторично, то есть, то, что он там популист европейский, популист трансатлантический, там, пробует армию создать, из Греции создает военный альянс, в противовес Турции, травит мусульман, запрещает еще что-то, это, это все, знаете, такие, как бы на месте Макрона мог оказаться другой политик, еще неизвестно, как он бы метался, но, вот что точно, так это политический комплекс неполноценности Макрона, связан с проигрышем именно, я считаю, в Африке, а уже дальше начинается, я вам отомщу, я вам инструкторов пошлю, я войска пошлю, за мной никто не нужен, в том числе и НАТО, это поведение такого подростка, который что-то доказывает, ну, это же политика, это же президент, я не хочу его сейчас оскорблять с точки зрения его трудностей, я просто психологически описываю, с кем мы имеем дело, и ему нужен какой-то выигрыш, ну, пусть Олимпиаду проведет, клопов потравит, и будет счастлив, но противостояние с Лепен парламентское может вывести огромное количество из мутной воды, которую Макрон же своим популизмом скрывает определенные вещи, и вот это самая большая опасность для Макрона, что парламент начнет определенные расследования, попадет он за решетку, понятия не имею, делал ли он спецоперации, которые скрывал от народа, от парламента, я уверен, что да, я уверен, но посмотрим, насколько он сможет сторговаться, я и Лепен не доверяю до конца, потому что объединение в систему, вот это вот договорники, которые в Европе существуют, оно это сплошь и рядом, и дальше все плевать, хотели на интерес народа, главное удержаться в политическом кресле, это так существует политическая Европа, точка, поэтому я не доверяю ни правым, ни левым, и теперь, Юрий, по поводу альтернативы для Германии, я сложил в себя полномочия советника Евгения Шмидта, которого вы упомянули, при этом, как советник, я именно в правозащитном поле, как правозащитник только действовал, и в один из приходов моих в Бундестаг, это до смешного дошло, значит, вот у меня есть пропуск, я захожу нормально, теперь должны уведомить, когда я прихожу, и полиция Бундестага, она подчиняется, не берлинской полиции, она подчиняется президенту Бундестага, значит, вот у меня сопровождение, и в кабинет Евгения Шмидта я иду в сопровождении полиции, и полиция заходит вместе с нами, и стоит, то есть я пришел, представьте себе, я советник, да, это моя работа, мы говорим о правозащитных делах, непосредственно о том, как русофобия в Германии присутствует, это и законодательно, это и ментально, это и социальные сети, что можно сделать, то есть я не буду приоткрывать все завесы, и вот полицейский стоит, я спрашиваю полицейского, скажите, а вот мы сейчас должны общаться в вашем присутствии, он говорит, да, я такой, ух ты, вот это уже супер новости, я говорю, а можно получить эту бумажку письменно, ну, что вы будете присутствовать, вот когда мы будем общаться, а какой туда должен быть ордер или что-то, ну, насчет ордера нет, конечно, и полицейский со своей простой улыбкой растерялся, когда я попросил письменно, ну, дайте, что-то, ну, это же ненормально, стоит какой-то полицейский, вы общаетесь с депутатом Бундестага, вы советник депутата, и полицейский подошел к телефону, набрал какой-то номер, поговорил, извинился и вышел, вот, и вдогонка я сказал, я когда буду выходить с кабинета мне сообщать, что я в туалет иду, вы меня будете в туалет провожать или нет, или только вот от проходной к кабинету, а уже по зданию я сам буду ходить, я не издевался, я действительно это спрашивал, конечно, в туалет не сопровождали, и при этом им же стыдно было полицейским, они смеются, им стыдно, но тем не менее предписание было, поэтому на вопрос, как давят, давят вот именно так, при том, что прекрасно знали, ну, давайте так, это же демонстрация определенной силы, это же запугивание, это запугивание сотрудника Бундестага, человек избран народом, он депутат, зачем это запугивание, я что, то, что я говорю, не смогу в другом месте сказать, или что, или, например, в туалет меня сопровождают, если вы считаете, что там жучки, там шпионаж, у вас паранойя, там, и я эти жучки буду расставлять, а в туалете тоже люди разговаривают, вы после меня туалет проверять будете ножичков, или вы кабинет депутата будете проверять, нет, они только сопровождали, это демонстрация запугивания, так что, я считаю, что методы запугивания, давления, которые в политике существуют на сегодняшний день в Германии, имеют место быть, я там живой свидетель, и ничего пока что не изменилось на горизонте, и с точки зрения альтернативы для Германии, которая будет проводить сейчас свой съезд, там город выставляет условия, ну, вначале не дали помещения, я вчера об этом коротко упомянул, потом через суд разрешили, это помещение дали, и городские власти оставят условия, чтобы там не было нацистских лозунгов, нацистские лозунги, что такое, давайте копаться, вот у меня в переписке разговор идет по поводу правого, левого впечатления об альтернативе Германии, он говорит, он правый, он коричневый, я говорю, дайте мне хотя бы одно его высказание, в котором я смог бы сделать оценку экспертную, правый человек, или действительно является формой, как часто сегодня прячется под демократией, а на самом деле он упоротый нацист, такой настоящий, настоящий, такой как Зеленский мразь, который убивает свой народ, не могут дать, и дальше публично, вот это самая громкая история в Германии, которая была, это связано с лидерством АДГ на одной из немецких земель в Тюрингии, и там есть лидер, Хёке его фамилия, о нем очень много писали, суд, по поводу его высказывания, все для Германии, что это, мол, нацистские лозунги, нужно знать, и если человек его употребляет, эту фразу, то он должен как минимум считаться тем, что штраф заплатят, и вообще-то суд рассматривает, все для Германии, значит, предвыборная кампания, человек говорит, все для Европы, все для мира, все для народа, все для Германии, то есть, ну, такой вот слоган длинный, все для Германии, ему говорят, а все для Германии, это нацистская фраза, вот я сторонний наблюдатель, я категорически против любого подпольного, одемократичного, одемократического, я даже не знаю, как это сказать, ну, вот когда пробуют, одемократичного, одемократичного, да, одемократичного, когда в овечьей шкуре волк приходит, ну, то есть, какой-то нацист, который себя демократа изображает, и для меня, например, признаки расизма, признаки ариизации, это то, что делают зеленые, и когда немецкие власти конфискуют машину у человека, который едет транзитом через Германию на выставку собак в Швейцарию, для меня это ариизация, именно тогда, во времена ариизации, евреям запрещали пользоваться транспортом, права водительские не могли иметь, библиотеку не могли ходить, и вот эти политики, которые говорят, русские не имеют права под флагом выступать на Олимпиаде, это же паскуда настоящая, это же ариизация, Европа уже это видела, евреи не имели право принимать участие в спортивных состязаниях в Германии, не имели права быть членами спортивных клубов, потому что они евреи, чем отличается сегодняшний подход тех, кто власти по отношению к русским, для меня это ариизация 2.0, модно так, знаете, 2.0, перепрошивка, ариизация, и меня никто не переубедит, что это по-другому, я считаю, что это поражение прав человека, и мне за то, что я считаю прав человека навязывают полицейских сопровождений, ну дорогие друзья, ну извините, это политическая полиция, которая борется с теми, кто борется за права человека, это что, я не имею права бороться за права русских в Европе, или как, или я перестану, потому что вы у меня двух полицейских, и представьте себе, вот городские власти ставят условия, чтобы не было нацистских лозунгов, у меня сразу куча вопросов по этому поводу, вот я человек, я убежденный антифашист, я категорически против от любого обеливания или разговоров попыток обеливания нацистского режима, это ад, это преступление, которое ничто не может переплюнуть, и я в этом отношении солендарен со всеми, кто говорит, чтобы не было нацистских песен, чтобы не было нацистских слоганов, чтобы не было нацистских выражений, но дело в том, что я разбираясь в ситуации, понимаю, что типичного немецкого гражданина обманывают, и я напомню просто такую вещь, вот, кстати, Юрий, да вы знаете что, вот я вас спрошу, как вы думаете, в каком году в Германии произошло переименование немецких военных казарм, которые были названы в честь генералов, которые принимали участие во Второй мировой войне, то есть начали нацистскую форму, как вы думаете, деноцификация американской, советской, когда переименовали эти казары? Ну, хочется предположить, что в 45-м, конечно, но, видимо, какая-то другая будет, другой год. Видите как, да, вот хочется, спасибо, что подыграли, значит, долго-долго долбили левые, я имею в виду сейчас партию, Линке, Делинке, долбили-долбили, выносили-выносили, это все время на публичное обсуждение. Последнюю казарму переименовали в 2019-м году. В 2019-м? Ага, а в 2013-м начали это делать. То есть казармы, которые носили имя, ну, давайте так, вот военные, у них есть какой-то идол, есть какой-то герой, человек военный, в честь него названо что-то, то есть ты изучаешь его биографию, ты знаешь кто, ну, вот казарму назвали, это увековечить память, это как памятник поставить, увековечили память, и это нацистские генералы, просто чтобы, просто вот, чтобы понятно было, в каком мире мы живем. И как-то все так уходили от этого вопроса, да он же настоящий немец, он же в Первую мировую там еще воевал, этот генерал там, и прославился как настоящий воин. Стойте, ребята, всех вас отправляем изучать Нюрнбергские материалы, раз и навсегда. Но когда мне говорят, что мы не поддерживаем нацизм, да я, ребят, да я с вами вместе стою, только как-то в последнее время я обратил внимание, человек говорит, я хочу расследовать, и задает вопрос, делает рассылку, занимается усиленно взрывами Северного потока-2, и выясняется, что он оказывается ультраправый, чуть ли там не неонацист. Другой человек говорит, нужно восстановить отношения с Россией, бах, и он снова уже в немецкой прессе такой ультраправый, экстремист, использует в нее нацистские слоганы. Подождите, подождите, я хочу изучить, знаете, что я хочу изучить? Биографию этого человека, если в этой биографии есть привлечение к уголовной ответственности, то есть к суду, за его публичную ненацистскую деятельность, то я хочу об этом знать, я хочу прочитать, а то вы маркируете нацистом человека, который просто поддерживает правильное мышление по отношению политической, экономической дипломатии с Россией. И культурный, кстати, тоже. И он уже замаркирован как ультраправый, он уже замаркирован как нацист. Я перестаю вам верить, потому что вы маркируете нацистами, всех, кого вы хотите, ах, это фашист, ах, это неонацист, это неофашист. И начинаете всех маркировать. Стойте, 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 пропагандистский ресурс Deutsche Welle пишет о том, что фашисты у власти в Италии. Там как на конференции делаете вы, целуетесь так в щечке, что-то не пахнет антифашизмом. А, это же свободное мнение какого-то журналиста всего лишь навсего. Ну, ладно. И в этом отношении, когда идет маркировка в Германии, и вы знаете, я встречался с людьми в России, которые, не разбираясь в вопросе, говорят, так он же фашист. Я говорю, откуда эта информация? Это кто? Контрразведка Германии сказала, что он фашист? Потому что он на самом деле русофил всего лишь навсего и борется с русофобами, а вы тут повторяете мне и начинаете политический диалог или экономический обрывать с человеком. И вот эта вот маркировка, когда власти города говорят, чтобы не было нацистских там лозунгов и прочих вещей, у меня сразу вопрос, а вы откуда знать будете? Это партийный съезд. Я вам скажу, откуда они знать будут. Я в этом глубоко уверен, что они будут знать. И уверен я в этом, потому что у меня есть определенная логика. Но есть такое правило в математике, если А плюс 1, то это А плюс 1, то, скорее всего, это правило будет и для Б плюс 1. Просто на единицу будет больше. Не меньше и не больше. Именно на единицу. А А и Б остаются неизвестны. И в этом отношении если контрразведка Германии Ферфасеншутс, служба защиты конституции в ультраправую партию, и я полностью поддерживаю это, внедрила своих людей, ФАО людей, ФАО людей, они называются, своих агентов, и это всплыло только во время суда. Суд хотел запретить партию. И тут бабах выясняется. В президиуме 3,7 человек являются агентами контрразведки. Но тогда, извините, вы управляли президиумом нацистской партии. Кто у вас прав, а кто не прав, разбираться я не буду. То ли эта контрразведка управляет нацистским движением, то ли действительно нацистское движение имело внедренных агентов, и они контролировали. Я не знаю, где правду, но я знаю точно, если кто-то доложит о существовании на партийном съезде о каких-то там неонацистских, как они берут, сейчас в кавычки беру в лозунгах, слоганах, высказываниях, то это могут сделать только люди, которые сотрудничают, которые агенты политической полиции. Для меня на сегодняшний день служба защиты Конституции это политическая полиция в Германии. То есть, вот, ну как по-другому объяснить, когда они публично начинают там депутатов клеймить как-то. И у меня вот открыта страница газета Юнгевельт. Это левая газета, абсолютно левая. И Юнгевельт запросила и получила ответ у правительства Германии. И правительство Германии подтверждает передачу Украине четвертой зенитно-ракетной системы средней дальности ИРИС ТСЛ, М латынскими буквами. ИРИСы. Так вот, сообщение. Удивляет ли оно кого-то? Нет. Зная же кухню, я знаю, что Юнгевельт в каждом, каждый год в отчете Ферфа Сунгшутса, то есть Службы защиты Конституции, такой немецкий аналог ФСБ, что они присутствуют в этом отчете. Их замаркировали, это абсолютно левая газета, абсолютно убежденно левая газета, это газета, которая писала всю правду про бендеровцев, про необендеровцев, которая писала правду, как это происходило с 2014 года, правду о событиях в Одессе, в Доме профсоюзов, правду о том, что происходило на Донбассе, правду писали, они в мониторинге официально прямо написано, Юнгевельт, там один год на 18-й странице, второй год на 22-й странице они там были, в отчете Ферфа Сунгшутса, то есть Службы защиты Конституции. Поэтому я говорю, это политическая полиция, которая на сегодняшний день существует, она даже не стесняется быть политической полиции, это новое слово в Европе. И в последнее время в связи с тем, что публикаций много, уже не просто там мониторы считаешь, а ты смотришь, кто написал, какое издательство, с кем сотрудничали, кто авторы статьи. И я говорю, что на сегодняшний день спецслужбы Европы, они объединились, у них существует новая ось, это объединение называется это ось Россия, и все, что связано, вот хотя бы намек на то, что с Россией можно выстраивать хотя бы культурный диалог, культурный, ну, там, я сейчас не о балете, я сейчас не о Гергееве, я сейчас о других вещах, культурный диалог, это и музеи, это и литература, и переводы, это очень важная вещь, это и медицина, туда же входит культурный диалог, а больше под научный диалог, и тебя контролируют за то, что ты этим занимаешься, ну, извините, и тогда вырисовывается вот эта вот единая система, в которой там помойка Шпигель, в которой присутствуют известные, не буду их пиарить, люди, которые находятся в розыске в России за деятельность специфическую, Владимир, он при Германии, и вообще эта система, которая существует в Европе, ее нельзя назвать демократичной, поэтому, Юрий, правым партиям очень тяжело будет, сейчас будет съезд альтернативы для Германии, и посмотрим, что там будут, какие тезисы будут озвучены, у них внутри тоже хватает интриг, и в этих интригах есть и абсолютно пронатовское крыло, один член альтернативы для Германии, когда выступал, человек в камуфляжной форме, я имею ввиду Зеленского, в Бундестаге альтернатива уже покинула, и объединение Сары-Вагнг тоже покинуло Бундестаг, потому что этот человек в камуфляжной форме, он никакой не президент, он президент попрошайка, как потом было сказано, но тем не менее, например, один член остался, альтернативы для Германии, там хлопал Зеленскому, это не признак демократии, он перебежчик из другой партии, из партии Меркель, Христианский Демократический Союз, но вообще-то смысл происходящего, трансантланты борются с паневропейцами, скажем так, и трансантланты это те, кто уверены, вчера я посвятил этому еврозону, они уверены, что Америка их защитит, и когда им начинаешь объяснять, что это уже не раз было в истории, Америка не вас будет защищать, вы просто первый рубеж, который можно разменять, ядерные бомбы разбомбить, вас же разбомбят, у людей глаза меняются, они считают, что это пропаганда, а не исторический факт, и ты их отправляешь, вот вчера я рассказывал про Данани Клауса и про Ельмута Шмидта, и бомбардировка учебных, которые американцы давали бомбить Германию ядерным оружием, но ведь это же правда, просто когда ты начинаешь эту правду говорить, тебя бах, и уже заклемили, я не удивлюсь, если я себе услышу, что меня начнут маркировать, как какого-то там особо ультраправого, я не удивлюсь, потому что эта система на сегодняшний день подойти первым крикнуть, и эта система, она пришла из Украины, украинизация иногда зачастую это ариизация, и кто первый крикнет вор, это вроде как у них алиби, и они кричат, смотрите фашисты, фашисты, нет, не фашисты, нет, я считаю, что не хватает мне института, в котором действительно людей, которые поддерживают фашизм в виде его такое особое отделение, есть особое отделение нацизма, называется бандеровщина, и вот те, кто поддержит, я считаю, что этих людей вот действительно надо маркировать, мне не хватает каталога с этими людьми, чтобы он был, вот эти люди поддерживают, кричат лозунг, в старые времена кричали, Гитлер, а теперь, если, сейчас убрал уже Google это, ну ты когда вбивал славу Украине в Google переводчик, он высвечивал тебе Халь Украина, о чем говорить, что там, Трюдо сейчас выкрикнул это в Швейцарии, у него Халь Украина, ну кто он для меня тогда, я считаю, что вот этот момент с фашизмом, с правыми силами, с консервативами нужно четко понимать, и почему, я говорю, мне не хватает института, для того, чтобы, не я обсуждал это, а что приняли решение, да, этот человек поддерживает фашизм, все четко, замаркировали его, и мы знаем, кто это такой, и тогда, такой список, там и журналисты будут, абсолютно упоротые русофобы, там будут политики, абсолютно упоротые русофобы, этим людям вообще нечего делать на святой русской земле, при том, эта святая русская земля, это может быть где угодно, это не только Россия, и, я считаю, что абсолютно правильный подход, вот, с точки зрения воспитания поколений, нужно нести, гордо, и не забывать, вот этот, вообще, это идеология основная, это антифашистская идеология, и, больше нет у тех, кто занимается этим в Европе, антифашистов, они в подполе, потому что их спецслужбы загоняют, но мы потихоньку подходим к краю нашей программы, я хочу еще сказать, что, Германия не только поставила и Ристе, как сообщает Юнге Вельд, газета, еще они, понтонные мосты, которые Бибер, ну, Бобр, Бибер, два саперных танка ДАХС, вот, бронированная эвакуационная машина, тральщик, автоцистерны, в общем, было 100 штурмовых винтовок поставлено, снайперские винтовки 95 и 240 тысяч патронов, также 4 миллиона патронов для ручного огнестрельного оружия, 4 миллиона патронов, участвуют ли немцы в войне на сегодняшний день? 4 миллиона патронов они поставили, они действительно боятся того, что Россия нападет на Берлин? Правда? Нет, не боятся, и в этом отношении даже уже Шольц сказал, что никто этого не ожидает, но тем не менее, 20 машин пехоты, Мардер, вот она, современная Германия, и понятно, что если это позиция правительства, то тогда понятие антиправительственная деятельность, это значит, если ты за партию мира, если ты против того, чтобы они поставляли 4 миллиона патронов, то тогда ты становишься антиправительственным деятелем, вот она, соль настоящая, и как это ни странно, именно правые силы в Европе являются партией мира на сегодняшний день, это очень важно осознать, но я не говорю, что мы с ними до гроба вместе, нет, еще раз, попутчики, они нам попутчики на сегодняшний день, потому что они выступают открыто против эскалации, они выступают против того, чтобы мир подвели к третьей мировой войне, и в этом отношении эта политическая сила имеет место быть, все, значит, мы с ней попутчики, мы за мир, и они за мир, и это касается Германии, это касается Франции, это касается Австрии, насчет Нидерландов, знаете, я жду еще, я все еще жду, там достаточно тяжелая коалиция, это тяжелая ситуация, и она может распаться в любой момент, я как бы даю им кредит доверия, ну, небольшой, но месяцев на шесть, наверное, вот так вот, чтобы галаться себя проявили. Все ждем после вашего анонса каких-то заявлений на тему выхода из ЕС Нидерландов, помните, вы рассказывали об этом? Там выход из ЕС, да, там выход из ЕС, он какой, это вообще-то политика правых партий в Европе, они говорят, именно в том виде, в котором сегодня есть Евросоюз, если он не будет изменяться, тогда мы начнем процесс подготовки, осмысление, как мы будем выходить из Евросоюза, Евросоюза. Это относится только к государствам-донорам. Ну, Венгрия, например, она вроде как берет деньги, но извините, сегодня в Венгрию приговорили миллион евро в день, они должны платить, потому что у них, вы видите, антииммиграционная политика не соответствует евро-брюссельским стандартам. Ну, это новое слово. Я не знаю, сейчас как будет Орбан выкрутиться из этой ситуации. Это безумный штраф, я считаю. Ну, именно безумный, с точки зрения, это много, а с точки зрения люди, которые решили, что нужно венгрию расштрафовать за их антииммиграционную политику, эти люди безумные. Ну, в прямом смысле слова. И выход из Евросоюза, чтобы он распался, вот ждем, ждем, потому что вполне возможно начнут перестраиваться всякие там бары или начнут о чем-то там заявлять. Конечно, они сегодня заняты тем, что Россия жестко, но очень понятно объявила о том, как выглядит мир. Просто признайте новые реалии и можете визжать сколько угодно, но это мир. Они говорят, это ультиматум и капитуляция Украины, мы на это не пойдем. Кто ты такой, чтобы идти или не идти? Будь ты канцлером Германии или президент Франции, или генсеком НАТО, кто вы такие? Вы не украинский народ в конце концов. Но, тем не менее, они хотят воевать дальше. Они, я имею в виду сейчас этих всяких Макронов, Шольцев, Столтенбергеров и Вашингтона. Я думаю, Байден, кстати, не хочет, потому что он не понимает вообще, что война идет. Это уже стыдно, конечно. И итальянская пресса просто превратила Байдена в какую-то карикатуру. Еврозона Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова